ребята всем привет с вами александр мир юрского периода эволюция как вы наверное уже знаете у нас 20 ноября стартует новая длс который называется секреты доктора ву это будет первое ребятки платная deals но в общем то пока у нас сейчас идет сам рекламный ролик этого делся давайте мы вкратце пытая попытаюсь вам так набросать что нас там ждет нас ждут 5 новых динозавров будет новый остров будут новые здания новые задания там новые новые гены что самое важное ребятки у нас будут новые генетические исследования которые помогут нам еще более сильно изменять наших динозавров то есть мы сможем влиять на некоторые их параметры например одним из таких параметров будет ребятки камуфляж индоминуса рекса то есть можно будет пройти какое-то испытание доктора ву и за это он даст нам камуфляж раскраску индоминуса это в общем так крутая штука удился это будут платные как я сказал да также будут изменения по поводу поведения вот есть картиночка где нарисованы вот два тираннозавра которые живут вместе то есть возможно мы сможем изменить какой-то ген который изменит их не социальное поведение да и в общем то они смогут сосуществовать вместе так сказать ну и будут пять новых динозавров и вот вот эта картиночка ребятка по поводу двух тирексов которые в одном вольере короче живут и друг другу глотки не перегрызли также из новых динозавров смотрите что мы видим то есть мы точно уже знаем что он будет лар титан вот такой вот динозавр гадрозавридик у нас ребятки вот такой смотри довольно длинный 12 метров и 4 метра высотой ё-моё гигант просто ну и вот так вот его отрендеренная картинка выглядит и будет у нас тра аддон ребятки и тра дон по моему будут обладать это вид им укусом что-то такое помните игру джурасик парк за гейм игра такая у нас есть прохождение на канале и там вот он они были по моему такие с большими глазами и они были тоже в ядовитые утра донов часто рисуют ядовитыми вот кстати одна из картинок это кстати не к не картинка из джураси world evolution а да это просто какой-то 3d рендер ну вот вполне себе такое неплохое представление тра аддонов ну а теперь давайте перейдем собственно говоря к самим вот гибриде ком смотрите что у нас тут происходит у нас берет извлечение подходящих днк и вот вы смотрите на стоп на стопе что мы видим у нас есть анкилозавр трицераптус филоцераптор диплодок диплодок стегозавр и спинозавр то есть эти у нас существа по каким-то параметрам с точки зрения доктора в кстати во сверху тут надписано security level xs 5 то есть но это доктор в собственной персоной зашел в какую-то секретную часть на и мы видим что здесь два хищника и 4 травоядных это те динозавры которые подходят для гибриде за и первая пара ребята это у нас трицераптус и стегозавр кстати тут замечу интересные особенности у нас вот там внизу в экранах то есть написаны характеристики да вот например трицераптус 3 метра 12 тонн 9 метров длиной да и в общем там в картиночке в уголку внизу здесь изображена кстати его типа характерная черта то есть то есть тот ген наверно которым стоит сконцентрироваться и передать его гибриду также написано период жизни 68 66 миллионов лет до нашей эры ну и тут есть также примечание в общем то здесь типа роги и что-то там сикхайд не знаю что написано и упасть и газа у нас тоже до 3 метра 10 метров длиной 7 тонн и защитные шипы и пластины короче то есть вот эти вот характеристики то есть шипы таком айзер короче пластины на спине и роги 30 ратуса кстати должны у нас я так понимаю появится у гибрида то есть таким вот образом доктор ву как бы комбинирует нужные гены и получает нужного гибрида но этого гибрида мы все знаем это у нас будет ребятки стега цератопс вот так вот он выглядит выглядит короче очень круто довольно реалистично что бросается в глаза это то что у него чертовски длинные роги такие роги мы видели у моности готов со мне это не больше напоминает руки моности готов со из джурасик вот за гейм и кстати ребята такая вот красивая картинка такой вот реалистичный реалистичный рендер до нашего стега цератопса ну и также он же у нас есть в игре джурасик волнт за гейм вот так вот наш гибрид выглядит на 30 уровне там такой имеет синий раскрас еще недостаточно шипастый вот так вот он выглядит на начальных уровнях там 10 20 такой просто зелененький особо не отличается от 30 но просто зелененький ну и вот это в общем то финальная такая эволюционная уже ветка у нас да ну здесь он уже даже не знаю тут еще какого-то еще с цератопса с таким вот шипастым воротниковому можно добавить как 3 3 звено и как вы помните у нас еще есть гибрид джурасик волнт элайв вот например сражение с ухо мимом в лаве он вообще выглядит очень хорошо так довольно реалистично например вот дайте немножко приблизи вот так довольно хорошо прорисован да ну и вот так если на него посмотреть скажем так отдельно ну наверное модель из эволюшена так больше похоже на вот эту вот такую реалистичный рендер да можно было бы посмотреть на модельку из джурасик вольт элайва но она как бы просто сильно отличается раскраска это немножко сбивает так с толку но в целом модель очень хорошие как мы видим вот здесь внизу у нас написано да то есть его характеристики неизвестны да но вот то что он принял от своих родителей это вот гигантские роги и таком айзер да то есть family гибрид джейниус гибрид то есть характеристики рост вес длина недоступны эра хала цен давно пола цен ребятки это как раз эпоха наша нынешняя которая началась заказ сменила плейста цен и длится последних 12 тысяч лет как пишет нам википедия так ну а мы приступаем дальше и следующий наш гибрид это анкилозавр плюс диплодок есть такое понятие да вот в играх в фильмах канон и не канон так в общем то мы уже наблюдаем наверное появление каноничных гибридов да то есть они уже входят в такой вот обиход как обычные динозавры которые до всеми признаны так и вот у нас уже появляется такие вот гибриды тот же самый вот гибрид тресератопс и стегозавра то есть он уже у нас есть и в трех играх то есть джорс колдзе гейм джорс колды лайвы вот в джорасик world evolution то есть это абсолютно другой разработчик скажем так в тот же принял и признал эту же идею то есть в принципе тоже масканон также у нас будет вот этот вот гибрид анкилодок его принципе нету джорс колды лайв но он есть и джорс колдзе гейм и здесь но есть третий гибрид тоже принципе скажем так это у нас будет три каноничных гибрида первых ну и конь но индоминуса эндораптора мы не считаем это у нас как бы типа типа по фильму все так что мы видим здесь анкилозавр 2 метра на 8 метров 6 тонн длина и главная его характеристика это броня ноги кстати они бы здесь нужно еще нарисовать картинку булава потому что у гибрида будет булава так жил он 68 66 миллионов лет назад то есть в самом конце диплодок довольно древнее существо 154 152 миллиона лет назад диплодок семейства диплодоцитов своя собственная высота 46 метров длина 29 метров вес 16 тонн ну как бы основная характеристика это длина то есть размеры на ну давайте посмотрим сейчас что переходит по мнению доктора в гибриду и так это у нас анкил ладокус или по простому анкил ладок то есть гибрид и вот смите в мы видим что у нас его тело покрыто вот такими вот шипами вдоль позвоночника и на плечах и у него есть булава то есть это в принципе та через черта которая перешла в первую очередь от анкилозавра я бы сказал на нем нету бронепластин да то есть выделить нужно было анклозавра именно булаву они шипы или просто броню так ну а вот так вот кстати выглядит наш анкил ладок в джурасик вот the game кстати очень довольно таки все это дело похоже между собой тоже есть такие вот шипастики но здесь такие пластины по массивнее есть такая какая-никакая булава давайте сейчас мы глянем на 40 года на 40 у нас уже вообще короче так немножко да не реалистично слишком большие уже такие вот шипы да но тоже есть булавушка но булавушка у нас в игре такая простецкая а в эволюши не будет ну вот такая реально прям как взяли ее и сняли с анкилозавра ну вот этот версия мне больше как-то похоже на ту что показано в ролике в джурасик world alive у нас этого именно гибрида нет но у нас есть скажем так вполне себе похожий у нас есть надо патозавр то есть апатозавр с не анкилозавром она дозавром то есть ну в общем то анкилозавриды броники смысл один и тот же выглядит кстати тоже довольно таки прикольно вот так вполне себе как бы сравним с нашим новым гибридом поехали дальше и следующая наша пара это кстати у нас как видите на данный момент появились эти каноничные так скажем гибриды которые сочетают в себе только представители одного вида то есть хищник с хищником травоядным с травоядным таких вот кросс кросс гибридов пока что пока что речь не идет и так спинозавр жил 112 93 миллиона лет назад но это нас самый поздний спинозаврид да там зухами барионикс и ритаторы были раньше так и велоцираптор на 75 71 миллион лет назад так по спинозавру что нам тут 15 метров длина 4 высота и 20 тонн весу очень очень тяжелая короче показатели взяла люди до 20 тонн это вам не хихоньки-хахоньки тут двое тяжелее тирекса хотя в игре он абсолютно никак не тянет на вдвое большего чем тирекс характеристики длинная рожа и высокая агрессия у раптора это же высокий интеллект больш высокая скорость и режущие когти да и кстати да что переходит гибридом это вот когти на лапах и мы гребень от спинозавра давайте смотреть и вуаля вот так вот у нас появился спина раптор вот его две основные характеристики удлиненная морда по сравнению с раптором и наличие плавничка небольшого да ну и естественно есть когти как у самого раптора ребятки а теперь давайте ребятки посмотрите какой был раптор у нас в игре джурасик world the game вот так вот выглядит наш раптора кстати очень он похож но только пасть у него короткого у этого раптора пасть как у велосираптора а у эволюшн сделали его такой более смешанным со спинозавром то есть он взял еще одну добавить дополнительную черту от спинозавра это длинная пасть да потому что так вот у нас без раскраски так с раскраской и кстати у нас получается что что здесь он будет совсем другой раскраски это принципе меня радует вас его такой более мне он нравится больше вот вот этот нравится больше то есть он уникальный не похож на то что видели молодец и люди люди какая люди frontier до разработчики у нас здесь frontier в общем то они не пошли да не взяли тупую копия сделали что-то свое и это короче очень прикольно спина раптор хорошая версия мне нравится такой спина раптор большие длинные челюсти зубы все все как надо да ну вот так вот выглядит у нас вообще такой петушок правда гребешок смысле у него подрастает на сороковом уровне нас растет гребешок ребята вот так вот и есть даже вот такая вот прекрасная вот картиночка с высоким разрешением вот кого-то у нас спина раптор я его называю юлия из-за такой вот чего какой-то тупой морды на еще эту появилась даже у него перья также вы знаете что в джурасик world alive у нас такого гибрида в общем то нет да у нас есть только вот такое вот существо которое называется спина тарапторы пишется она по-английски тоже по-другому там пишется через айч спина тах храптор короче как то так она пишется да вот такой вот у нас есть гибрид ну тоже выглядит прикольно то есть он более крупный то есть он крупнее чем спина рапторов в джурасик вот за гейм и кстати вот спина раптор джурасик вулды evolution мне кажется тоже будет крупней он будет может ближе по размерам к спина тараптору да и в общем то они были бы наверно в большем родственнице бы у этого были когти и была челюсть другая потому что у нас здесь челюсть получается размером как просто увеличенная голова непонятно кого на лазавра больше похоже то есть гигантская голова обычного раптора но есть такой планечек от спина заврал такой вот у нас тут спина тараптор ну потому что здесь не велосираптор а другой раптор участвовал да ну и в общем то вот ребятки у нас мы возможно на этих двух островах будут проходить какие-то у нас основные события на исламу р тогда у нас тут показано что появились эти штормовые защитные башни ну вот такие вот в общем то ребятки дела то что я вам хотел рассказать так что ставим лайкосик под этим видосиком и через десять дней до встречи в джурасик world evolution секреты доктора ву ребятки с вами был александр всем спасибо за просмотр и до скорых встреч всем пока